МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы он таким оставался, нужно поддерживать в нем порядок. Атомщики присоединились к всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Можно донести информацию до работников в виде рисунков, фотографий, метафор. Итоги дня охраны труда. Я хочу стать инженером, ведь инженеры везде нужны на атомной станции. Атомщиков готовят со школьной скамьи. Мы любим футбол! Чемпионат школы Росатома по футболу 5+. На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 26 марта находится в плановом капитальном ремонте. Выработка электроэнергии с начала месяца составила 61 миллион киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 7 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 189 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 28 апреля в Десногорске состоялся общегородской субботник, объединивший трудовые коллективы Смоленской АЭС, предприятий, учреждений и общественных организаций. В этот день Атомград присоединился к всероссийскому проекту «Георгиевская ленточка». Всем участникам экологической акции волонтёры вручили символ победы в Великой Отечественной войне. На субботнике основное внимание было уделено наведению чистоты на центральных улицах, в лесопарковых зонах, набережной. Координировал работу штаб под председательством директора Смоленской АЭС Павла Лубенского и главы Десногорска Андрея Шубина. Очень хотелось бы отблагодарить работников станции, города, администрации и всех-всех участников такого серьезного, такого важного и нужного для нас мероприятия, как субботник. Это традиция, которая была заложена благодаря хорошей инициативе наших жителей. И эта традиция продолжается. Вот мы вышли из зимы и идём в весну. Город причесали, город убрали, город красивый, аккуратный, ухоженный. И нам радостные люди. Субботник стал кульминацией всех мероприятий, которые прошли в Десногорске в рамках Всероссийской экологической акции «Зелёная весна». Весенний месячник длился с первой декады апреля. За это время выполнен большой объём работ по благоустройству города. Мы сейчас отдаём нашим горожанам чистый город и большая просьба, чтобы эту чистоту и порядок наши горожане сохранили. Потому что это наш совместный труд, и мы должны ценить и уважать труд всех наших граждан, тех, кто принимал участие. Все подрядные организации практически, те, кто работает и на атомной станции, и по другим объектам города, все приняли участие в данном мероприятии. Город убрали чисто. Десногорцы считают субботники одной из лучших традиций, возрождённых в городе в последнее десятилетие. Они необходимы не только для того, чтобы навести порядок, но и объединить разные поколения ради хорошего дела. С каким настроением вышли сегодня на уборку города? С ударным, хорошим, весёлым, самым лучшим, чтобы город был красивый, счастливый, чистый. В городе Десногор всегда был молодой, красивый, чистый, ухоженный город. Чтобы он таким оставался, нужно поддерживать в нём порядок. Мы видим, что с каждым годом всё больше и больше народу выходит. У нас ветеранов стабильно, там в районе 100 человек даже больше выходит. А мы увидели, что даже другие подразделения, очень много людей работает в городе. И мы видим, что город становится чище и опрятнее, и аккуратнее. На Смоленской атомной электростанции подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Работа с подрядными организациями», «Состояние территорий после зимы». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. На Смоленской АЭС подвели итоги конкурса на лучший плакат по охране труда. Награды победителям и призёрам конкурса вручил директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский. Конкурс был приурочен к Всемирному дню охраны труда. В этом году на конкурс было представлено 29 работ. Первое место жюри присудило инженеру отдела охраны труда Светлане Калитиной. Второе – руководителю группы управления информацией Сергею Прокошкину. Третье место и приз зрительских симпатий завоевал ведущий специалист отдела мобилизационной подготовки ГОИЧС аварийных центров Денис Куралесов. Самой большой ценностью является жизнь и здоровье работников. Поэтому это во многом зависит от нашего отношения к безопасному поведению. С помощью плаката можно донести информацию до работников в виде рисунков, фотографий, метафор, кратких изречений, а не в форме пунктов правил, чтобы это более доступно для работников, более понятно и связано с нашей повседневной жизнью. Самое главное, мы должны помнить, что нас ждут дома семьи, дети, жены, внуки. Мы должны возвращаться с работы здоровыми, радовать своих детей, воспитывать и вести полноценную жизнь. Более 300 учащихся выпускных классов общеобразовательных школ города Десногорска посетили занятия Смоленской АЭС по профессиональной ориентации в текущем учебном году. Специалисты и ветераны атомной станции провели для них серию уроков и интерактивных занятий. Профессиональная ориентация юных десногорцев, можно сказать, начинается еще в детских садах. В каждом дошкольном учреждении есть информационные стенды Смоленской АЭС. С детьми проводятся различные конкурсы, встречи на которых в игровой форме рассказывается, откуда берется электроэнергия, как работает атомная станция. Эта работа продолжается с учащимися начальной школы. Очень плотно ведется работа со школьниками среднего и старшего звена. В течение всего учебного года проводятся уроки профориентации, посвященные атомной энергетике, профессиям, востребованным в отрасли, возможностям приобретения профильного образования, получения целевых направлений. Такая целенаправленная планомерная работа привела к тому, что в последнее время практически третья часть, то есть больше 30%, по последним данным даже 34%, выпускников 11 классов поступают в ведущие энергетические вузы ТРСИИ. И, соответственно, большая их часть после успешного окончания высших учебных заведений идет на работу на Смоленскую АЭС. И выпускники 9 классов, тоже достаточно большой процент, больше 20%, то есть каждый пятый поступает в наш Десногорский энергетический колледж и также в дальнейшем работает на атомной станции. Я хочу стать инженером, ведь инженеры везде нужны на атомной станции и к тому же они вообще филитальная профессия. Мне было себе интересно знать, какие профессии используются на атомных станциях, какие востребованные профессии на атомных станциях. Это очень полезная информация в будущем. С 17 по 19 апреля в Нововоронеже проходил зональный этап чемпионата школы Росатома по футболу 5+. Десногорск на нем представила команда детского сада «Ласточка», которая победила на муниципальном этапе. Юных футболистов поддерживали и готовили к соревнованиям родители и руководитель команды, воспитатель детского сада «Ласточка» Оксана Точилова. Три дня изо дня в день мы ходили на фок, побеждали изо дня в день и последний день. Да, трудно было, трудно было, но мы выиграли. Проводили пенальти. Да, пенальти у нас в основное время, значит, ни наши соперники, ни мы не сдались. Проводили пенальти. Пенальти проводили до последнего игрока. И наш вратарь забил последним уже ворота соперников. Там было много слез у соперников. Конечно, все переживали. Команда была очень сильная. Не сдавались нам ни в какую. Но мы, фортуна была в тот день на нашей стороне. Мы победили и были удостоены поездки, благодаря, опять же, школе «Росатома». Поездки на зональный этап в город Нововоронеж. Мы, конечно, очень старались. В основное время мы не уступили. Потом была серия пенальти. Но тренер их и судья, он профессиональный, сказал, что не было так, как у нас здесь, до последнего игрока. У нас сразу было говорено, что будут только три игрока пробивать пенальти. Но, к сожалению, наши игроки уступили. Да, и нашему вратарю был забит один гол. Какой-то случайный абсолютно. Вот так получилось. Фортуна, к сожалению, в этот день была уже не с нами. Мне понравилась, в общем, игра. Была отличная. В общем, наша команда очень старалась выиграть. Мне нравился их город. Очень нравился. И я бы хотел сказать нашим победителям в Воронеже. Отлично они выступили, очень. Мы играли очень хорошо. Я старался сильно. Я буду часто всегда в футболу, почему я его теперь обожаю. Мне понравилось, как выглядел отель. Игра понравилась. Только жаль, что мы проиграли. Я не знал, что меня в угол будут убить. Мне было тяжело, но я старался, ловил мячи, чтобы мы выиграли и поехали дальше. Я понял, что если мы у себя будем играть, тогда мы здесь победим. А если они будут у себя, они здесь победят. А другие, которые у себя играют, они у себя победят. Да. Тяжело было отбивать мячи? Ну а как ты с этим справлялся? Вот расскажи мне. Я смотрела на один мяч. Один раз я куда-то засмотрелся, и меня нога спасла. То есть попала тебе прямо в ногу, да? Мы любим футбол! Субтитры сделал DimaTorzok 5 мая с 10.30 – игры суперфинала. В 17.30 – награждение победителей и призеров торжественное закрытие чемпионата. 5 мая на акватории Десногорского водохранилища пройдет спортивный фестиваль на лодках «Дракон», посвященный празднованию Дня Великой Победы. В 11.00 состоится парад участников и церемония открытия фестиваля на территории базы стоянки плавательных средств Смоленской АЭС. Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok